Здравствуйте, уважаемые гости моего канала. Сегодня я ознакомлю вас с основными вехами истории племени знаменосца старшего жуза казахского народа Шапрашты, представители которого во все времена играли исключительную роль в защите и управлении почти всех государственных объединений на территории современного Казахстана. О происхождении племени Шапрашты существует несколько версий. Так, согласно Чукану Валиханову, родоначальник племени Шапрашты является внуком легендарного Майхабия и братом известного Байдебекбия. Данный факт говорит о том, что Шапрашты является дядей других известных племен старшего жуза Албан и Суан. Майхаби – личность легендарная. Известный поэт-импровизатор Майхаби жил в конце 12-го, начале 13-го века и являлся влиятельным соратником самого Чингисхана, упоминаясь как один из 12 вождей, провозгласивших Тимучина Чингисханом, подняв его на белой кашме. За большой ум, высокий интеллект, мудрые и справедливые решения, а также способность прогнозировать события и предсказывать судьбы людей, Майхаби еще при жизни был прозван святым – Аулие. После смерти Чингисхана Майхаби принял участие в походе его внука Батухана на запад, возглавив правое крыло монгольских войск. Согласно казахским шежре, именно Майхаби якобы разделил казахов на три жуза и высек на наскальных камнях тамги каждого жуза. Эти камни в истории так и остались под названиями Майхатанбасы или знаки Майхы в местности, где они были высечены Нура. Своим легендарным прародителем Майхаби считают не только казахи, но и узбеки, татары, башкиры и каракалпаки. По другой версии, приводимой Арестовым, шапрашты являются потомками одного из 24 внуков легендарного Огусхана Чапны, прославившегося в степных легендах как несравненный воин. Сам Огусхан, согласно легенде, приводимой в рукописи 15 века Огузнаме, якобы был зачат своей матерью от световых лучей, и родился уже богатырем и почти сразу сразил чудовища единорога. Внешность Огусхана в этой рукописи описывается так. Ноги его подобны ногам быка, поясница подобна пояснице волка, плечи подобны плечам соболя, а грудь подобна груди медведя. В сочинениях Рашида Дина Огусхан указывается как потомок одного из трех сыновей библейского персонажа Ноя, спасшийся вместе с ним во время всемирного потопа. В генеалогических легендах казахского народа родоначальником племени шапрашты называется Жармбет, или же как его по-другому называют Жалменбет. Согласно этим легендам, Жармбет имел жену, которую звали Жупар. Мифическая легенда происхождения племени шапрашты гласит, что когда Жупар была беременной, она съела печень с кровью вожака стаи волков, и в нее якобы вселился дух синей небесной волчицей, и народ ей дал второе имя – Мапрашты. Когда Жупар родила мальчика, его назвали Досымбек, однако в народе ему дали прозвище шапрашты, поскольку когда он родился, его глаза смотрели сердито в две стороны, что по-казахски звучит как шапраштан-карау, то есть смотреть раскосым взглядом сердито. Родители маленького Досымбека рано уходят из жизни. Отец погибает в результате заговора со стороны жестокого хана Золотой Орды Джанибека, а мать, боясь за жизнь маленького сына, бежит вместе с ним под защиту правителя Могулистана, где, заболев от горя, вскоре умирает. И маленького Досымбека отдают на воспитание тетке со стороны матери, известной в степи Тумар-Вайбеше. Впоследствии маленький Досымбек, названный в народе шапрашты, вырастает смелым и отважным батыром. Перед смертью его мама Жупар посоветовала своему сыну, когда он достигнет взрослого периода жизни, жениться на ее племяннице Карашаш, или же, как ее в народе называли, Сланде. Сланде была близкой подругой, известной в степи Домалах-Ана. Именно Домалах-Ана благословила молодую Сланде следующими словами. «Если сможешь ты, а если ты не сможешь, то пусть твои потомки достигнут большего, чем я». Впоследствии эта бата Домалах-Ана полностью сбылась, и род шапрашты стал одним из самых известных и воинственных в казахской степи. Таким образом, во всех версиях племя шапрашты имеет глубокие корни и древние происхождения. Если же перейти к реальным историческим источникам, известие о племени шапрашты встречается в сочнении «Диван-Лугат-Ат-Тюрк», или же «Словарь тюркских наречий», признанной как «Тюркская энциклопедия», и автором которого является Махмуд Кашгари, выдающийся ученый XI века, известный деятель государства караханидов. Считается, что племя шапрашты в III веке до н.э. входили в племенной союз древних усуней, образовавших на территории Жит-Ису свое государство во главе с предводителем, носившим титул «гуньмо», что означало «князь над князьями». В китайских источниках это государственное объединение называлось Усунь-Гоу и располагалось в Вилийской долине. Западная граница проходила по рекам Чу и Талас. На востоке Усуни имели общую границу с гуннами, а на юге их владения соприкасались с Ферганой. Столица Усуни, Чигучен, или же город Красной долины, находилась на берегу озера Исык-Куль. Эти данные свидетельствуют о том, что племя Шапрашты является одним из древнейших племен казахского народа и исконно проживало на территории Жит-Ису. В пятом-шестом веках нашей эры Шапрашты уже упоминаются как один из пяти племен тюркского племенного союза Дулу, игравшего большую роль в жизни тюркского, а затем и западно-тюркского каганата. Любопытно отметить, что некоторые представители племени Шапрашты в XI веке нашей эры соединяются с тюркским племенем сельджуков, приняв активное участие в завоевании ими Малой Азии. После распада Сельджукской империи, эта же часть племени Шапрашты в XIV веке становится ядром турков-османов, образовавших в XV веке мощную Османскую империю. Однако большинство родов племени Шапрашты никуда не откачевывали и продолжали оставаться одним из влиятельных сил Жит-Ису. В позднее средневековье родовые подразделения Шапрашты приняли активное участие в политической жизни Золотой Орды и всех государственных объединений, образовавшихся после ее распада. Вне зависимости от того, какие государства и какие династии приходили в Жит-Ису, шапраштинские вожди неизменно занимали при них важные должности. Именно этим объясняется тот факт, что места кочевок Шапрашты оставались всегда под их контролем. Это районы рек Тургень, Исык, Талгар, Каскелен, между речей рек Малая и Большая Алматинка. И когда в середине XVI века молодые султаны Кирей и Джаневек поднимают в Жит-Ису знамя казахского ханства, вожди племени Шапрашты становятся их активными сторонниками и соратниками в деле возрождения величия Орды. Сохранение единства казахского народа было главной целью деятельности многих вождей племени Шапрашты. Например, когда в 1629 году один из казахских султанов Турсун вероломно захватывает ставку известного казахского хана Есена, пленив его семью, именно один из шапраштинских вождей Жанай-Батыр в поединке убивает Турсуна. Особенно ярко выходцы из племени Шапрашты проявляют себя в эпоху казахско-джунгарского противостояния. Именно в это время даже происходит смена боевого клича Шапрашты. До этого боевым кличем племени Шапрашты был Бахтияр, который считался общим предком усуньских племен. С середины 17 века он сменяется на Харасай. Смена урана шапраштинцев связана с именем Харасай-Батыра, одного из героев знаменитой Орбулакской битвы, которой в числе 600 казахских батыров во главе с ханом Салхам-Жангиром оказали стойкое сопротивление 50-тысячной джунгарской армии. Легендарный Харасай-Батыр был известен не только в казахской степи, но и далеко за ее пределами. Не раз приходил он на помощь кыргызскому народу в отражении нашествий китайцев. В годы Великого Бедствия, которые по своим разрушительным последствиям сравнимы лишь с монгольским нашествием, среди казахского народа появляется целая плеяда шапраштинских батыров, прямых потомков Карасая. Это и Жапек-Батыр, возглавлявший разведку Аблайхана, Кастек-Батыр, Белек-Батыр и многие другие. Однако особо стоит выделить из них Наурзбай-Батыра, ставшего общеказахским героем национально-свободительной борьбы казахов против джунгар. Именно Наурзбай-Батыр организовал мощнейшее партизанское движение против джунгар в ЖТСУ, что и выделило его из среды других прославленных казахских полководцев. Именно Наурзбай-Батыр убивает в поединках наиболее видных джунгарских полководцев Каскелена и Шамалгана, руководивших набегами на казахские земли. Впоследствии Наурзбай-Батыр становится одним из трех главных полководцев Сардаров Аблайхана, наряду с Найманом Кабанбаем и Аргыном Бугимбаем. Видную роль Шапрашты Наурзбай сыграл и в деле присоединения казахов к Российской империи. 16 сентября 1742 года Аул Наурзбай-Батыра в ЖТСУ посетил видный дипломат Российской империи Карл Миллер, который был направлен российским императором для ведения переговоров с правителем джунгарии Галдан Цереном. Карл Миллер стал первым дипломатом Российской империи, который прошел через весь Казахстан. В своих дневниках Карл Миллер описывает Наурзбай-Батыра умным, отважным и проницательным человеком. После изгнания джунгар племя Шапрашты принимает активное участие в борьбе с Китайской империей Цинь, объявившей себя новым хозяином казахских земель. И шапраштинские батыры стали одними из героев изгнания китайских войск с территории не только ЖТСУ, но и всего Казахстана. В XIX веке, когда наступает время насильственной колонизации казахских земель Российской империи, два батыра из племени Шапрашты Саурук и Суранше стали одним из первых полководцев казахов старшего жуза, которые присягают на верность последнему хану казахов Кенесары. Именно Саурук-Батыру Кенесары-хан доверил дипломатическую службу и право от его имени вести переговоры с вождями других казахских родов, убеждая их присоединиться к восстанию Кенесары-хана. Саурук и Суранше-Батыры были в рядах войска Кенесары-хана до его последней битвы в 1847 году с кыргызами на Майтубе. После смерти Кенесары-хана Саурук-Батыр и Суранше-Батыр возглавляют борьбу с вторгнувшимися в казахские земли кыргызскими манапами и коканскими войсками. Известно, что именно Саурук-Батыр остановил войска кыргызских батыров Жаман-Кары и Турегель-де, причем первый был им убит в поединке, а второй взят в плен. После героической смерти Саурук-Батыра в 1853 году Суранше-Батыр продолжил борьбу казахов против иноземного вторжения. Так Суранше-Батыр в Узунагашском сражении 1860 года вытеснил коканцев на запад, не дав им возможности вторгнуться в Житесу. И таких примеров беззаветного служения родной казахской земле и родному казахскому народу, причем не только оружием, среди шапроштинцев немало. Так, выходцами из племени шапрошты являются знаменитые казахские акыны Суюнбай и Жамбал, один из руководителей национально-освободительного движения 1916 года Бекпулат Ашикеев, один из активных участников развития строительства верного, то есть современной Алматы, купец Медил-Пусурманулы, в честь которого даже названо Медеусское ущелье, государственный деятель Ораз Жандосов, по инициативе которого город Верный был переименован в Алматы в 1921 году, великий казахский композитор Нургисат Линдиев, один из основоположников казахской спортивной журналистики Сейдахмед Бердикулов, выдающийся поэт Туманбай Молдагалиев, космонавт Талгат Мусабаев. Особняком среди гордых сынов племени шапрошты в одном ряду с именами Карасай Батыра и Наурсбай Батыра стоит наш первый президент Казахстана Ельбасе Нурсултан Абишевич Назарбаев. Вот так выглядит краткая история воинственного племени шапрошты. Көк бөрдей жүректі қайраттымыз, жігерлі де білімді айбаттымыз, сұнқардай қалықтайтын көк аспанда шапыроштыруының баласымыз.